Лук сердито зашуршал, кожурой трескучей. Суп сварили без меня, но со мною лучше. И невкусно без меня, кажется, картошка. Правда, пощипать глаза я люблю немножко. Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Дача Без Фанатизма начинает серию сюжетов о собранном урожае. И сегодня, как вы поняли, мы будем говорить о луке, о репчатом луке. Вы уже знаете, был не один сюжет, что репчатый лук я лет 5 уже, если не больше, выращиваю путем подзимней посадки сивка. И если я летом и сажаю, то немножечко, совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, в основном на зелень. Кстати, вы знаете, что если сивок выдергиваешь на зелень, то перья нельзя отрывать, вырывается все, дабы вместо отрыва не проходила болезнь. Прошлой осенью я посадила сивок трех сортов. Вот сейчас мы собрали урожай. И я сейчас быстренько расскажу об этих трех сортах. Но хочу сказать сразу, что вот бывает год луковый, год огуречный, год помидорный и так далее. Ну, только вот у нас, например, только кабачки безотказно удаются всегда. В прошлом году, прошлой осенью урожай лука у меня лично был лучше. А в этом году чуть хуже. И я задалась вопросом, ну, что же я сделала не так? Мне пришлось не полениться, пробежать по всем соседним дачникам, с которыми я дружу, поговорить на работе с коллегами, с соседями. И все были единодушны. В этом году лук, к сожалению, уступил прошлогоднему. Ну, мы решили, в общем-то, что год не луковый. Лето сложилось, сначала было жарко, потом шли дожди, не переставая две недели. Вот еще они обещают еще, что будут идти. И поэтому в прошлое выходное мы в срочном порядке выдернули весь лук, выкопали. Ну, и сейчас я буду вам рассказывать о тех трех сортах, которые я посадила. И еще останавливаюсь на двух сортах, которые я весной посадила, весной уже. Но мы делали сюжет, я рассказывала об этих сортах, которые я весной посадила на репку. Итак, вот начнем с озимых. Да, вот сразу хочу сказать, что в этом году у меня лук рос на том месте, где в позапрошлом году он опять рос. То есть, выкопан был лук в позапрошлом году. В прошлом году там росла у меня капуста на той грядке, потом были сидираты сразу, и только в зиму я посадила лук. То есть, все в оборот, не пришлось выполнить четко и правильно через 2-3 года. Получился через год. Но, тем не менее, один сорт рос совершенно на новой грядке, но урожай получился одинаковый. Ну и вот конкретно о сортах. Вот, Вов, Вов, подойди, покажи ближе. Вот первый сорт, о котором я вам хочу рассказать. Это стурон. Извините, я, к сожалению, забыла напечатать красиво на бумажках, но вот написала, что здесь. Стурон. Вот это сорт. Вот его луковицы. Но если вы посмотрите, вот эти два сорта, в принципе, луковицы похожи. Ну и, естественно, у меня все подписано, все по бумажкам. Но, тем не менее. Итак, говорим о стуроне. Вот выбрала по три луковицы. Вот он пролежал неделю на темной проветриемой веранде. И вот такие луковицы. Я, кажется, уже в каком-то сюжете рассказывала, что лично я не люблю крупные луковицы. Ну, в целях экономии разрезала одну луковицу и сразу ее использовала. Там или две не надо оставлять в холодильнике. Итак, это стурон. Вот все эти три сорта, они из Голландии. И кто-то в одном из сюжетов меня укорил, что же я вот рекламирую иностранные сорта. Очень много отечественных сортов. Да, я с вами согласна. Но при посадке мы выбираем из того посадочного материала, который нам доступен. Ну, вот мне был доступен этот. Я его купила. Ну, естественно, покупая, я читаю характеристики. Ну, вот я задалась целью вот в этом году поискать отечественные сорта. Вот эти все три сорта, о которых я буду говорить, они все предназначены для подзимней посадки. И вот они вырастают. Итак, стурон. Это среднеспелый сорт. Вот круглая желто-коричневая головка. Вот такая круглая. Он очень острый, очень острый, щиплет глаза, но тем не менее урожайный. Что еще отличает этот сорт? Он болезньустойчивый и очень долго хранится. Хранится до полугода. То есть вполне хватит до весны. Итак, это был стурон. Отставляем. Следующий сорт, который у меня был посажен осенью, это радар. Вот он радар, но здесь головка такая же, в принципе, но она чуть-чуть вытянута. Вот видите, даже черная грязь, потому что вот еще не обсохла. Действительно, буквально в дождь выдергивали. По-другому нет. Это радар. Он тоже подзимний, специальный сорт для подзимней посадки. Он средний, поздний, но выкопали в один день, как я уже сказала. Он у нас еще, да, вот я его выкапала буквально с листвой, то есть он бы еще побыл в земле. Тоже острый, но тоже вот такой округлый. Вот этот радар не стрелкуется совершенно, да, собственно, все подзимние сорта лука, они не стрелкуются. И вот луковицы, пишут в характеристиках, вырастают до 300 граммов. Ну, никаких 300 граммов здесь нет, ну, граммов так 80 есть. Это был радар. И следующий подзимний сорт, который я сажала, это сорт называется трой. Хотя, когда я вот читала его характеристики, пишут, что трой это якобы гибрид, но я его покупала как сорт, поэтому тут я, извините, если что не так скажу, я его покупала именно как сорт. Это тоже озимый, но он раннеспелый. Это трой. Вот берем головку, вот такие головки. Отличная величина головок, как раз такая, которую устраивают. Такая плотная кожура у троя, и вот там такая золотистая. Это трой. Он тоже среднего размера, он и не вырастает крупным, как пишут. Он болезнеустойчивый, очень богат витаминами, как, собственно, и другие луки. Ну, вот пишут характеристики, что чуть-чуть приплюснутый. Ну, в принципе, да. Здесь более вытянутый, здесь приплюснутый. И вот чем характерен трой, он здесь менее острый, но, тем не менее, чуть-чуть пощипывает глаза. Тоже очень долго хранится, от 4 месяцев до полугода. И чем еще хорош трой, он очень устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Итак, это были три сорта азимового лука, который я сажала сивком поздней осенью. Трой, Радар и Сторон. Вот по три луковицы. Меня такой размер вполне устраивает. Обожаю именно такой размер. Вот. Но, кроме этого, хочу вам еще показать два сорта лука, которые я сажала весной сивком из тех, что я вам показывала сюжет, говоря о посадочном материале лука. Итак, вот мой один из любимых сортов. Это лук бамбергер. Его подробные характеристики, если вам интересно, вы увидите в весеннем видео. Я его еще снимала, с кухни показывала. Я его выращиваю в бамбергер. Тоже немецко-голландской селекции. Я его выращиваю уже второй год. К сожалению, мне не удается найти сивка, чтобы посадить его подзимним, посадкой подзимней. Но хочу вам сказать, я чуть не помню, снимали мы или нет в том году. В том году луковицы были в два раза больше. Этого бамбергера. Вот в этом году они такие. Он очень у него великолепная зелень. Если вам не надо репку, то вы можете смело молодой лук вырывать. И вот такой продолговатый, великолепный лук бамбергер. И слово красивое, кстати. Это бамбергер, посаженный весной. Но копала я в один день, потому что боялась очередного дождя. Вот такой вырос бамбергер. И также в весеннем видео про сорта лука сивка я вам говорила про лук Ред Рей. Тоже иностранная селекция. Но что вам хочу сказать. Вот что получилось из этого Ред Рея. Это такой темный лук красный. Вот это самые крупные головки. Возможно, они так вот не набрали в размере, потому что раньше пришлось выкопать. Возможно, так они встретили нашу землю. Но вот только так. Да там я его и сажала в горсточек. Где-то штук 20-25 выкопала. Ред Рей. Но в салат вполне сгодится. Это из весенней посадки. И еще у меня на грядке продолжает расти крымский лук. Тем летом я несколько сюжетов про крымский лук делала. Вы знаете, что я в Алуште дружу с Леонидом Жарчинским, с семьей Жарчинских. Я сюжеты снимала про крымский лук. Осенью опять поеду, посмотрю, что будет у Алексея. Мой крымский лук еще сидит в земле. В этом году у меня его гораздо больше. Где-то головок под 100. Даже еще зелень зеленая. То есть он еще спеет и набирает. Но уже видно, фиолетовые вот это головки формируются. Вот такой урожай лука, который мы начали не по осени считать, как тех цыплят, а летом. Поэтому смело сажайте подзимний лук под зиму. Я все время об этом говорю. Не бойтесь. Выбирайте сорта, специально выведенные для подзимней посадки. Вы избежите многих проблем с луком. Вы избежите луковой мухи, избежите загнивания и малоуходности. Весной сэкономите время. А вот коротенько луки, как всегда. С вами были Вера с Володей. И на своей даче без фанатизма. До новых встреч!